Информация, заключенная в продуктах питания под влиянием климата и места произрастания. Очень важная тема. Любое растение воспринимает всю информацию того места, на котором оно выросло. В красивых местах с прекрасным климатом и освещением вырастают растения с гармоничными качествами, которые прекрасно питают человека. Если климат неуравновешен, с частыми ветрами, непогодой, то внутренние качества растений неуравновешены. Пища, приготовленная из таких растений, делает человека неуравновешенным. Растения, выросшие в тенистых местах, рядом со стоячей водой, приобретают качество некоторой инертности излишнего покоя. Пища, приготовленная из таких растений, делает человека склонным к покою и лени. Если место слишком жаркое, то растение борется с этим выработкой в себе противоположных холодных водянистых свойств. Например, арбузы, дыни, листовые овощи, ну например капуста, плоды деревьев, ягоды и тому подобное. Если растение должно перенести неблагоприятные, ну например холодные условия, то оно борется с этим выработкой в себе противоположных теплых маслянистых свойств. Например, зерновые, орехи, семена, корнеплоды и так далее. Человек, потребляющий продукты из региона, в котором он проживает, поступает очень мудро. С помощью своих продуктов питания он борется с неблагоприятными внешними условиями. Так, внешней жаре летом он противопоставляет охлаждающие водянистые свойства растительных продуктов. Огурцов, помидоров, капусты, ягод, фруктов, бахчевых. И наоборот, зимой, употребляя зерновые, орехи, семена, корнеплоды, сухофрукты, при высушивании фрукты приобретают теплые свойства. В сыром и слабо термически обработанном виде, то есть теплые, он противопоставляет эти свойства холоду и сухости. Все это было подмечено народной мудростью и прочно вошло в наш быт. Летом мы предпочитаем квас, окрошку, кислый вкус хорошо держит в организме воду, свежие салаты, пьем прохладительные напитки. Зимой мы поступаем наоборот, пьем теплые чаи и отвары трав, компоты из сухофруктов, потребляем наваристые борщи, супы, тушеные овощи, каши в теплом виде. Поэтому, если пища цельная, минимальная термическая обработка, правильное потребление и совмещение, все пойдет во благо. И наоборот, если человек, к примеру, проживая в Воронеже, зимой соблюдает сыроедческий режим, усиленно потребляет цитрусовый из Египта, есть свежие салаты, парниковые овощи, запасться яблоками и тому подобному, он этим способствует переохлаждение организма, разлаживает интимные механизмы борьбы с помощью продуктов с неблагоприятными климатическими условиями. И не мудрено, что в теле появляется зябкость, плохое пищеварение, вялость перистальтики, налитость тела водой и выделение в виде очень жидкой слизи из носа. Важно понимать это, сейчас я добавлю, что из пищи мы строим тело. Брюшной мозг за счет информации, поступающей от пищи, приспосабливает организм к изменяющимся климатическим условиям. Рекомендации, основанные на информации, заключенной в продуктах питания. Первое. Питайтесь цельными продуктами, выращенными в регионе вашего проживания. Второе. Питайтесь овощами, фруктами, зерновыми, орехами и так далее по сезонам года. Особенно это касается овощей и фруктов. Вне сезона года не ешьте искусственно выращенные огурцы, помидоры и так далее, сохраненные также свежая капуста, свежезамороженные ягоды, яблоки, груши и так далее. И привезенных из жарких стран апельсины, лимоны, грейпфруты и так далее. Третье. Тепловая обработка. Высушивание на солнце. Приправление специями придает пище теплое свойство. Используйте это в холодное время года. Самим альпинистам было неясно, почему они, идя в горы, из всех продуктов предпочитают свиное сало. Да потому что их организм, борясь с сухим, холодным климатом гор, жир используют против высушивания организма. А соль придает ему теплоту, которую отнимает окружающий холод. Примерно так же питаются и тибетцы, используя в пищу масляной напиток тибетский чай. Древние мудрецы давным-давно советовали питаться только по сезонам года и продуктами, выращенными в месте проживания. Например, вот чему учил Иисус Христос. Евангелие мира Иисуса Христа от ученика Иоанна, не вошедшее в Библию, но сохранившееся до наших дней в виде манускрипта. Питайтесь всем тем, что находится на Божьем столе, плодами деревьев, зерном и полезными травами, молоком животных и пчелиным медом. Вся остальная пища – дело рук сатаны, ведет к греху, болезням и смерти. Тогда как богатая пища, которую вы находите на столе у Бога, дает вашему телу силу и молодость, и болезнь не коснется вас. И действительно, это со стола Божия старый Мафусаил извлекал свою пищу. И если вы будете делать то же самое, я обещаю вам, что бог жизни даст вам так же, как и патриарху, долгую жизнь на этой земле. Мафусаил прожил дольше всех на земле. Самый-самый долгожитель из всех долгожителей. С начала месяца Хайр – май, ешьте рожь. В течение месяца Сиван – июнь пшеницу, самую совершенную из трав, дающих зерно. Сделайте так, чтобы ваш повседневный хлеб был изготовлен из пшеницы, чтобы Господь мог позаботиться о вашем теле. В течение месяца Тамиус – июль. Питайтесь кислыми плодами, чтобы ваше тело похудело и сатана был изгнан из него. Вы должны есть фиги, богатые соками. В течение месяца Аб – август. А в течение месяца Злють – сентябрь. Собирайте виноград и пусть сок его будет вам напитком. В течение месяца Маркешва на октябрь собирайте сладкий виноград, высушенный ангелом солнца – изюм, чтобы он укрепил ваше тело, так как в нем обитают ангелы Господа. Что же касается трав, питайтесь ими в течение месяца Тибет – декабрь, чтобы очистить вашу кровь от всех грехов ваших. И в течение декабря начинайте пить молоко животных, ибо для того дает Господь траву на полях всем животным, дающим молоко, чтобы своим молоком они пополняли пищу человека. А в месяце Шеббат – январь, когда останется излишек от того, что вы собрали, позвольте ангелу солнца высушить все фрукты для вас. Питайтесь ими вместе с косточками миндаля – это зерна миндаля – в течение всех тех месяцев, когда деревья не плодоносят. Ибо воистину, говорю я вам, блаженны те, кто едят лишь пищу со стола Господа и избегают мерзости сатаны. Информация заложена в этих строках колоссально для поддержания здоровья человека. Сила воздействия пищевых продуктов на организм человека. Из практики мы знаем, что съев одно пищевое вещество, мы не почувствуем никакого воздействия. Съев другое, можем мгновенно умереть. Это говорит о разном воздействии квантовых полей, заключенных в пище на наш организм. Исходя из этого, целители древности различали четыре степени силы воздействия продуктов питания. Если человек принял пищу, никаких следов его влияния не обнаруживает, то есть оно не разогревает, не охлаждает, не сушит, не увлажняет и так далее, этот продукт именуется уравновешенным. Если пища обладает небольшим охлаждающим, разогревающим и так далее действием, то условно говорят, что сила его воздействия находится в первой степени. Если продукт подействует либо своей теплотой, холодом, сухостью, влагой и так далее, но не окажет вредного влияния на организм, то говорят, что сила его воздействия достигает второй степени. Если же продукт окажет сильное действие вплоть до того, что может убить человека, то это будет третья степень. Если употребление продукта или вещества приводит к смертельному исходу, то силу этого продукта или вещества определяют четвертой степенью. Исходя из этой классификации, продукты с уравновешенными действиями используются человеком в пищу. Продукты, обладающие первой и второй степенью, используются для коррекции против неблагоприятных сезонов года, а также в борьбе с небольшими недомоганиями. А вот продукты и вещества третьей и четвертой степени используются только как лечебные средства в случае тяжелых нарушений, требующих сильных противоположных коррекций. Переходим к рекомендациям, основанным на силе воздействия пищевых продуктов на организм человека. С возрастом наше пищеврение постепенно слабеет. Так в зрелом возрасте мы с грустью вспоминаем, что в юности ели все подряд и прекрасно себя чувствовали. А теперь, чуть не то съели или переели, на праздник сразу чувствуем неполадок в желудке, тяжесть во всем теле, обострение хронических болезней. Древнейшая наука о здоровье человека Аюрведа считает, что плохое пищеврение – это запоминайте, еще разок говорю, запоминайте, и еще разок подчеркиваю, запоминайте – это главный источник болезни. А хорошее восхваляется как залог здоровья. Мудрецы Аюрведы любили повторять, что человеку, способному полноценно усваивать пищу, будет польза и от яда. Тогда как при плохом пищеварении можно умереть от самой наилучшей пищи. В связи с этим пришло время поговорить о лектинах – разнообразных белках, обладающих склеивающими свойствами. Буквально все продукты питания насыщены ими в той или иной мере. Питер Д'Адамо, автор книги «Четыре группы крови. Четыре пути к здоровью» утверждает, что пищевые лектины могут склеивать клетки крови между собой. Это может проводить к раздражению пищевого тракта, циррозу печени, затруднению прохождения крови через почки и много других заболеваний. Причем те или иные пищевые лектины больше влияют на ту или иную группу крови. Вполне возможно допустить наличие этого феномена. Но основное внимание надо перенести не на кровь, а на пищеварение. Если пищеварение человека не может качественно расщепить пищу на составляющие и качественно переработать их в печени, то в кровь попадают целые молекулы и вызывают склеивание, так называемую агглютинацию клеток крови между собой. То есть дело не в крови, а опять-таки в пищеварении, что этот клей попадает в кровь. Примерно об этом же феномене говорили мудрецы Аюрведе. Плохое пищеварение – основа плохого здоровья и рассадник болезни. Но дело не в крови и не в лектинах, а в слабом пищеварении. Еще разок повторю, заостряем ваше внимание тысячу раз в слабом пищеварении. Согласно аюрведическим понятиям, в организме человека существует пищеварительный огонь, его называют агнием. Если этот огонь ярко горит, как в юности, то пища переваривается хорошо, без токсических остатков. Токсические остатки по-аюрведически называются ама, то есть слизь ама. Кстати, вот эту вот слизь вы и видите на своем языке по утрам. Клетки тела получают все необходимое и организм в целом здоров. Если огонь ослаблен, то пища переваривается не полностью, появляется много токсических отходов ама. И человек уже предрасположен к любым болезням. Для того, чтобы наладить угасший пищеварительный огонь и в дальнейшем поддерживать его, было предложено множество рецептов. Часть подобных рецептов основана на свойствах некоторых растений и веществ разжигать пищеварение в организме человека. Тысячелетняя практика показала, что это лучше всего делают черные и красные стручковые перцы, кардамон, корица, гвоздика, горчица, хрен, имбирь, тмин, а также соль и топленое масло. По силе разогревающего воздействия эти продукты приравниваются ко второй и третьей степени. Отсюда прием небольшого количества вышеуказанных продуктов до еды во время или после возбуждает аппетит, усиливает пищеварительные способности организма. Восстановив утраченное пищеварение, организм человека восстанавливает и нормальное здоровье. Вот почему раньше пряности в Европе ценились на весь золото. Таким образом, вышеуказанные продукты лучше всего употреблять в холодные сезоны года. Пожилым людям и лицам с пониженным пищеварением. Можно даже постоянно. Борис Васильевич Болотов на современный лад рекомендует использовать старые больные поврежденные клетки с целью увеличения пропорции молодых здоровых. Старые и тому подобные клетки также относятся к ама, токсинам. И от них надо избавиться прежде, чем они подорвут здоровье. Новейшие исследования, основанные на отражении и поглощении света кожи человека, выявили следующее. В возрасте до одного года процент старых клеток в организме человека не превышает одного процента. В десятилетнем возрасте средний процент колебуется в пределах от 7 до 10. В 50 лет этот процент возрастает до 40-50. И если сказать это более понятным языком, то человек 50 лет живет только на 50-60 процентов своих возможностей. То есть ровно настолько, насколько в его организме осталось молодых клеток. Отсюда, естественно, стремление увеличить процент молодых клеток и уменьшить старые. Но как это сделать? Белки клеток расщепляются ферментами, пепсинами, которые образуются в желудке. Всосавшись в кровь вместе с желудочным соком, пепсиноподобные вещества растворяют старые, больные, раковые клетки и клетки болезнетворных организмов, не затрагивая здоровых, сильных, молодых клеток. Для того, чтобы увеличить количество выделяемых в желудке пепсинов, болотом, рекомендуют, как и древние греки, через 30 минут после приема пищи, которая уже частично подверглась перевариванию, на кончике языка положить около грамма поваренной соли. Далее образовавшуюся слюну выплюнуть. В результате от соли рефлекторно начинает обильно выделяться желудочный сок, содержащий все необходимые элементы для уничтожения старых клеток. Но это только один механизм, и причем второстепенный. Главное заключается в вышеописанном. Соль в переводе означает солнце, со всем своим жаром, естественно. Отсюда посредством вкуса она стимулирует огонь пищеварения, то есть активность всех ферментов нашего организма, а те в свою очередь активно разлагают старое и ненужное. Вместо соли вы можете использовать вышеуказанные разогревающие продукты, особенно эффективен для этого имбирь, но я думаю и тмин подойдет. Врачи аюрведы используют для улучшения пищеварительных способностей организма специальную имбирную диету. В небольшой эмалированной или керамической посуде разотрите 4 столовые ложки имбирного порошка с очищенным топленым маслом, примерно граммов 100-150. Мешайте до тех пор, пока не получится однородная масса. Накройте кружкой и поставьте в холодное место. Принимайте эту смесь понемногу каждый день перед завтраком. Завтрак желательно составлять из следующих продуктов. Травяной чай в теплом виде, слегка тушеные овощи обязательно в теплом виде и какую-либо кашу в горячем виде. Употреблять имбирную диету нужно по следующей схеме. Первый день 0,5 чайной ложки, второй 1, третий 1,5, четвертый 2, пятый 2,5, шестой 2,5. Далее начинайте уменьшать прием с каждым днем на 0,5 чайной ложки с тем, чтобы на 10 день вы принимали, как и в начале, половину чайной ложки. Выдержав вышеуказанную схему, вы приведете пищеварительный огонь в норму. При этом в течение указанного времени, да и после, не используйте продуктов с сильными охлаждающими свойствами. Ледяной воды, мороженого, охлажденного молока, свежезамороженных ягод, фруктов и т.д. Вышеуказанная имбирная диета особенно подходит для поживых людей, у которых, естественно, угас пищеварительный огонь. Я бы порекомендовал еще эту диету и всем перед вирусными заболеваниями. То есть, вот как только наступает сезон осенний, там весенний и начинается распространение гриппа и прочее, 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 вы начинаете использовать эту диету имбирную, которая хорошо укрепляет наш иммунитет. Молодым людям и людям среднего возраста, у которых расстройство пищеварения вызвано другими причинами, эту диету применять не рекомендуется. Для них подходит совершенно другой метод. Но прежде чем приступить к его описанию, необходимо узнать собственную конституцию человека и только с учетом этого давать рекомендации. Воздействие цвета пищи. Пища действует на энергию полевой формы жизни своим цветом, стимулируя или подавляя. За счет этого происходит стимуляция или подавление той или иной физиологической функции организма. Не так, конечно, явно, как мы думаем, но тем не менее, какие-то сдвиги идут. Кроме того, цвет оказывает огромное воздействие на вкусовые ощущения. Был проделан очень интересный эксперимент. Богато сервированный разнообразной пищей стол был освещен лучами, цвет которых не соответствовал этой пище. Помидоры оказались фиолетовыми, огурцы синими и так далее. Никто из сидящих за столом не мог есть эти необычные продукты. К тому же они оказались горькими на вкус. Комбинируя пищу по цвету своей трапези, вы можете многого добиться в плане личного здравления и целенаправленного влияния пищи на свой организм. Поэкспериментируйте немного. Покушайте в течение одного дня пищу только одного цвета. Фрукты, напитки, овощи, каши и так далее. Изменится ли ваше состояние и в какую сторону? Красный цвет излучает тепло, оказывает возбуждающее, стимулирующее действие на нервную систему. Улучшает и ускоряет все обменные процессы в организме. При этом активизируется деятельность кожи и желез внутренней секреции. Красный цвет лечит заболевания, вызванные перевозбуждением жизненных принципов ветра и слизи. Энергия красного оказывает стимулирующее влияние на костный мозг. Нервную ткань обуславливает цвет нашей кожи. Воздействие красного цвета улучшает кровообращение и сердечную деятельность. Устраняет застойные явления в органах, разгоняет кровь. Лечит некоторые заболевания кожи, ветряную оспу, коль, рожу, волчанку, скарлатину. Если вам необходимо повысить работоспособность и выносливость, улучшить настроение, поднять иммунитет, включение пищевых продуктов красного цвета поможет в этом. Избыток красного вызывает перевозбуждение жизненного принципа желчи в организме. Противопоказан раздраженным и легко возбудимым людям. Красные яблоки, свекла, красная капуста, вишни, редис, малина, клубника, помидоры, арбуз, красный перец, красное мясо. Оранжевый цвет имеет способность восстанавливать нервную и мышечную ткань. Этот цвет способен поддерживать сексуальность, лечит болезни, связанные с нарушением мочеполовой системы. Согласно Юрведе, оранжевый цвет оказывает целебное действие на заболевания, вызванные ветром и слизью, улучшает кровообращение и цвет кожи. В лечебном отношении оранжевый цвет очень эффективен при заболевании селезенки, улучшает переваривание пищи и ее распределение по всему организму. Весьма высокий лечебный эффект наблюдается при воздействии оранжевого цвета при всех заболеваниях легочной системы. Легкие трахеи, бронхи, гортонь, глотка пищевод и особенно хорошо применение оранжевого цвета у больных бронхиальной астмы, у которых происходит перевозбуждение слизи. Ну, я думаю, для восстановления после разного рода вирусных заболеваний. Как цвет жизненности и тепла, этот цвет регулирует обменные процессы, оказывает влияние на работу наших эндокринных желез и его воздействует целебно при ослабленной работе сердца. Рекомендуем оранжевый цвет в комплексном лечении эпилепсии, так как он имеет свойство проникать в глубинные структуры ткани, в частности в структуры нервной и мышечной ткани. Переизбиток оранжевого цвета вызывает перегрев организма, то есть перевозбуждение желчи. Если вы желаете простимулировать свой организм оранжевым цветом, то составьте трапезу из продуктов оранжевого цвета. Оранжевый. Абрикосы, морковь, манго, апельсины, хурма, тыква, мандарины. Желтый цвет, тонизирующий. Действие его на наш организм и физиологию оптимально. Он не утомляет, оказывает стимулирующее влияние на зрение и нервную систему. Желтый цвет оказывает целостное воздействие на весь организм. Он лечит ум и тело, стимулирует умственные способности и активизирует логические способности ума, потому что активирует жизненный принцип желчи. Созерцание желтого цвета вообще, и пищи в частности, создает гармоничное отношение к жизни, гармонизирует физиологические процессы, обеспечивает организму равновесие, баланс, чувство оптимизма. Желтый цвет обеспечивает самоконтроль. Это особенно важно, чтобы не переедать и не перекусывать между едой, а также во многих других случаях. Желтый цвет оказывает очищающее воздействие на весь организм и лечит целый ряд кожных заболеваний. Очень эффективно лечение желтым цветом органов брюшной полости. Он стимулирует работу печени, оказывает благотворное влияние также на работу кишечника. Применяется при слабом, вялом пищеварении, атонии кишечника, атонических запорах. Атонические запоры – это запоры от слабости. Применяется для нормализации пищеварения и увеличения желудочной секреции. Желтый цвет стимулирует мыслительные процессы, помогает при нервном истощении, возбуждает аппетит, лечит бессонницу. Если вы желаете простимулировать свой организм и соответствующие функции желтым цветом, то включайте в свой рацион следующие продукты. Желтый – бананы, кукуруза, яйца, грейпфруты, лимоны, растительное масло, персики, ананасы, сыр, топленое масло. Особенно топленое масло. Зеленый цвет нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, снимает сильное сердцебиение, лечит аритмию, стабилизирует артериальное давление и функции нервной системы. Очень эффективное действие зеленого цвета при головных болях, утомлении глаз, нарушении зрения. Кроме того, зеленым цветом можно лечить острые простудные заболевания. При отсутствии зеленого цвета возможно развитие повышенной возбудимости, нервозности, раздражительности, а также нецелесообразной активности, особенно у лиц с выраженной конституцией желчи. Воздействие зеленого цвета создает в организме ощущение мира и равновесия. Недаром мы так отлично себя чувствуем на природе, на зеленой лужайке и в лесу. Мы расслаблены, пребываем в покое, испытываем восторг и обновление. Зеленый цвет создает ощущение безопасности, свежести, прохлады, способствует концентрации мысли. Согласно Аюрвиде, зеленый цвет успокаивает состояние, связанное с переизбытком жизненного принципа ветра и слизи. Но применять его при перевозбуждении желчи нежелательно. Это может еще больше вызвать обострение. Передозировка зеленого цвета может вызвать усиленную концентрацию желчи, плод до образования камней в желчном пузыре. Зеленые капуста, аспаржа, артишок, авокадо, все салаты, латуки, зеленые овощи, груши. Голубой цвет. Лечебное значение синих и голубых тонов очень велико. Они обладают снотворным эффектом. Это цвета холодной вибрации. Голубой цвет охлаждает и успокаивает. С его помощью можно нормализовать артериальное давление, работы с сердца, снять мышечное напряжение. Он лечит кожные процессы, связанные с нарушением пигментного обмена. Витилиго. Используется при горячих болезнях печени, разнообразных воспалительных процессах, связанных с перевозбуждением желчи. При заболевании горла, охриплость, воспалении голосовых связок, рекомендован. При ревматических заболеваниях оказывает хорошее антисептическое действие. При желтухе и ожогах. Очень важно практическое значение голубого цвета для тех, кто хочет расстаться с лишним весом. Голубой цвет снижает аппетит, а потому, если есть возможность, приобретите голубую посуду и серверируйте стол голубой скатертью. Избыток голубого цвета усиливает охлаждающие эффекты и способствует перевозбуждению жизненного принципа ветра и слизи, что приводит к разнообразным затвердениям. Голубой, черника, голубика, некоторые сорта винограда, синие сливы. Синий цвет оказывает успокоительное воздействие на все функции организма и способствует борьбе защитных функций с любыми процессами, связанными с подъемом температуры. Целебное действие синего цвета эффективно при болезнях горла, всевозможных спазмах, бессоннице, головных болях, сердцебиении, расстройстве кишечника, особенно при возбуждении ветра. Хороший лечебный эффект от применения синего цвета наблюдается у больных с заболеванием щитовидной железы и зобом. Темно-синий индиго цвет имеет лечебный эффект при легочных заболеваниях, очищает от слизи, лечит воспаление, коклюш, желтуху, различные виды колик. Синий и голубой цвета оказывают успокаивающее действие на психику. Синий цвет несет психологическое ощущение устойчивости, сдержанности, покоя. Его воздействие оказывает помощь при таких состояниях, как меланхолия, ипохондрия, истерия, эпилепсия, а также при первозбуждении, имеющем сексуальную природу. Синий цвет оказывает действие на шишковидную железу, регулирующую функцию глаз, ушей и носа. Его с успехом используют для лечения болезней глаз, воспалительного происхождения, например, катаракте и глаукоме. Также, как оранжевый, его применяют при лечении болезней легких, астме, воспалении легких. Синий. И используйте все голубые и фиолетовые продукты. Злоупотребление голубым и синим цветом может вызвать у лиц с выраженной ветреной индивидуальной конституцией чувство страха, боязнь, нахождение в замкнутом пространстве. Фиолетовый цвет успокаивает нервную систему. Его можно использовать при всех психических и нервных нарушениях, невралгиях, ревматизме, сотрясении мозга, болезнях почек, мочевого и желчного пузыря. Фиолетовый цвет также дает эффект при различных воспалительных заболеваниях, нормализует сон, а при занятии творческим трудом, наоборот, повышает работоспособность, оказывает влияние на духовное развитие человека. Длительное воздействие фиолетового цвета может вызвать состояние тоски и депрессии. Фиолетовый ежевика, черная смородина, баклажан, темный виноград, фиолетовые сливы, красная водоросль.